В период с 2015 по 2019 год тренд на модернизацию инфраструктуры университета продолжил свой устойчивый динамичный рост. Совершенно новые объекты появляются у Казанского федерального университета. Химический институт имени Бутлерова, прежде стесненный рамками старого здания, получил великолепные дополнительные площади нового корпуса для расширения своего научно-образовательного процесса. Новый корпус химического института общей площадью почти 7000 квадратных метров был сдан в эксплуатацию в мае 2015 года. Планетарий имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Алексея Леонова общей площадью 1300 квадратных метров также, можно сказать, возник на пустыре Астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Это единственный планетарий в России, находящийся в составе университета. В этом ряду необходимо отметить и знаковый международный проект – создание научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, ориентированного на диагностику и лечение онкологических и орфанных заболеваний пациентов со сложным диагнозом, а также перенёсших травму спинного мозга. Научными партнёрами проекта выступают университеты Ноттингема, Корнелла и японский научно-исследовательский консорциум Рикен. В здании центра на Волково-18 практически завершены все строительно-ремонтные работы. Говоря о биомедицинском направлении, стоит напомнить, что в 2015 году при непосредственной поддержке председателя попечительского совета, президента Татарстана, произошло одно из ключевых системных изменений университета – это создание университетской клиники. За счёт объединения трёх медицинских учреждений города Казани было сформировано не имеющий аналогов в российском академическом пространстве собственное клиническое подразделение университета. В результате столь масштабных изменений в создании медицинского кластера произошёл прирост имущественного комплекса университета. Комплексы трёх клиник в составе РКБ номер 2, городской БСМП номер 2, городской поликлиники номер 2 добавили в общей сложности почти 38 тысяч квадратных метров. Все клиники практически сразу были включены в процесс модернизации имеющейся инфраструктуры, поскольку не соответствовали требованиям современной високтехнологичной университетской клиники. Процесс модернизации клиник продолжается до сих пор, поскольку достаточно серьёзный объём работ требует соответствующих как финансовых, так и временных ресурсов. Практически с 2015 года начались инфраструктурные изменения в РКБ-2 на улице Чехова. На данный момент идут работы по перестройке второго этажа для терапии платных пациентов. Здание, в котором ранее располагалась городская больница скорой медицинской помощи по адресу Вершова-2, сейчас находится на финальной стадии ремонта. Отметим, что здесь также располагается центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сами ремонтные работы начались больницы ещё в 2016 году. Ремонт шёл и продолжается до сих пор, при этом текущее функционирование не прекращается и идёт параллельно со строительными работами. Поликлиника номер 2 на улице Вишневского-2 также претерпела серьёзные перемены, в результате которых изменился сам подход к работе с пациентами. Здесь также работа поликлиники по обслуживанию населения не останавливалась ни на минуту, несмотря на активные строительно-ремонтные работы внутри и снаружи здания. Финансированием строительно-ремонтных работ помогал республиканский бюджет. Разрушающееся пустое здание бывшего военного госпиталя в результате реконструкции и модернизации превратилось в инновационный научный и образовательный комплекс Института фундаментальной медицины и биологии. Надо отметить, что реконструкция проходила в очень жёстких ограничительных рамках охраны объектов культурного наследия, что, безусловно, накладывало дополнительные ресурсные и временные затраты. Инженерное направление Казанского федерального университета получило новые площадки, оснащённые всем необходимым оборудованием для образовательного процесса в рамках прикладной науки. Причём модернизация не прошла стороной и инжиниринговый центр в Набежиночелнинском институте Казанского федерального университета. Второй высотный корпус университета впервые после советского периода подвергся столь масштабной реконструкции, позволившей учебные и научно-исследовательские процессы перевести в более комфортные и современные условия, вне зависимости от климатических перепадов снаружи зданий. Надо отметить, что ремонтные работы и реконструкция коснулись также многих других структурных подразделений. Институт международных отношений КФУ обновил здания, аудитории и холлы. Реконструкция помещений Института управления экономикой и финансов практически полностью преобразила здание на Бутлерова-4. Институт психологии образования в рамках подготовки будущих учителей по распределенной модели строит свои образовательные модули в модернизированных лабораториях и реконструированных помещениях исторического здания. Институт филологии и межкультурной коммуникации также претерпел значительные инфраструктурные изменения. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ получила в свое распоряжение первоклассные телевизионные студии, ньюзрум и шоу-рум телевизионных программ, которые транслируются на университетском телеканале Универ-ТВ. Подготовительный факультет для обучения русскому языку будущих иностранных студентов в университете готовится въехать в отремонтированные новые помещения. В память о великом ученом, ректоре Казанского университета Николай Лобачевском, не раз поднимался вопрос о создании одноименного музея, начиная с царских времен, но только в 2017 году это событие наконец произошло. 2017 год был объявлен в КФУ годом Лобачевского. Ремонтные работы коснулись также и общежития КФУ, расположенных на улице Пушкина. Были обновлены фасады общежитий на улице Красная позиция и Гвардейской. Деревня Универсиада в связи с проведением Чемпионата мира по профессиональному мастерству была приведена в готовность в кратчайшие сроки для заселения участников WorldSkills Казань 2019. Уникс также не остался в стороне. Здесь были проведены работы как в холлах, так и в помещениях универсального комплекса. Для улучшения жилищных условий в части приобретения индивидуальных домов сотрудникам университета были предоставлены возможности участия в строительстве коттеджного поселка по линии Российского фонда жилищного строительства. В целом, за прошедший пятилетний период кампус университета в пределах казанской агломерации увеличился более чем на 60 тысяч квадратных метров. В заключении хотелось бы отметить, что в финансировании части столь масштабных инфраструктурных изменений принимали участие и попечителей университета, акционерное общество «Связь Инвестнефтехим» и группа компаний ТАИФ.